Всем привет, друзья! Сегодня мы подготовили для вас руководство по общению в рыбном магазине. Кто-то из вас в комментариях просил подсказать, какие фразы нужно использовать при покупке рыбы, как сказать, чтобы ее почистили, нарезали и так далее. Поэтому сегодня вашему вниманию именно такой диалог. А видео словарь с разновидностями и названиями рыб, а также морепродуктов, мы подготовим в другом видео уроке. Поэтому обязательно нажмите сейчас на подписаться и колокольчик, чтобы не упустить следующие видео нашего канала. Первое, что вам нужно будет сделать, когда вы приходите в рыбную лавку, либо в рыбный отдел в крупном супермаркете, нужно занять очередь, либо определить, включен ли счетчик с нумерацией. Очень часто бывает так, что на счетчике показывает одно число, а на деле отпускают рыбу в порядке живой очереди, не меняя число на счетчике. Поэтому первое, что вам нужно будет спросить, увидев людей в ожидании, это нужно ли занимать очередь. Дословно эта фраза переводится как «идет по номеру» или «очереди». В данном случае номер – это билет, который вы берете на аппарате, а очередь – обычная живая очередь, и здесь вам нужно будет выяснить, кто крайний. Важным моментом будет то, что этот вопрос можно сказать мужском, так и женском роде, чтобы это определить, вам нужно быстро взглядом окинуть очередь и понять, кто стоит последний, либо кого больше – мужчин, либо женщин в этой очереди. Если больше мужчин, вы скажете «эль ультимо», «эль ультимо», «последний», «ля ультима», «ля ультима», «последняя». Также можно сказать это более формально. «Киен ес эль ультимо», «кто крайний», либо «кен ес ла ультима», «кто крайняя». И теперь давайте перейдем непосредственно к самому диалогу, который у вас, скорее всего, случится в рыбном магазине, либо отделе крупного супермаркета Испании. Кстати, мы бы хотели задать вопрос, когда вы идете в магазин, какие продукты больше всего вас интересуют? Напишите, пожалуйста, это в комментариях под видео. У меня есть задумка, хотелось бы узнать, будет ли это актуально и для вас. Итак, первый вопрос, который вы услышите от продавца, как подойдет ваша очередь, будет «Киен ба», «кьен ба», «кто идет», «yo», «yo», «я», «диме», «кэ те понгу», «диме», «кэ те понгу», «кавари», «что тебе положить?» «Un kilo de langostinos cocidos», «un kilo de langostinos cocidos», «kilogram вареных креветок», «muy bien», «que más», «muy bien», «que más», «очень хорошо», «что еще», «по мне», «по мне», «по мне», «н coastные», «on», «по мне», «очень», «ты», «вый», «кэм», «по мне», «creе», «да», « Questionnaire», «bulО��», « aquele», «school», « зо» «кв ¿Quieres de Galicia o del Mediterráneo? Из Галиции или из Реднисием на море? De Galicia mejor. De Galicia mejor. Лучше из Галиции. ¿Un puñado es suficiente? ¿Un puñado es suficiente? ¿Gorst puede достаточно? Sí, está bien. Да, достаточно. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Что-нибудь еще? Sí, ponme un kilo de boquerones. 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 Muy bien. Muy bien. ¿Me los puedes limpiar? ¿Me los puedes limpiar? Sí, ponme un kilo de boquerones. ¿Tú можешь почистить их для меня? No, hija. Es que son muy pequeños. No, hija. Es que son muy pequeños. ¿Qué es lo que más? No, hija. No, hija. No, hija. Es que son muy pequeños. Es que son muy pequeños. De acuerdo. De acuerdo. ¿Ponятно? ¿Alguna cosita más? ¿Alguna cosita más? ¿Alguna cosita más? ¿Más? ¿Что-нибудь еще? ¿Quiere una merlusa también? ¿Quiere una merlusa también? ¿Ya тоже хочу hec? Обратите внимание, что испанцы не говорят ya, yo. Как мне объясняла учительница испанка в свое время, говорить с ya считается неуважительным. и попахивает нарциссизмом. Поэтому испанцы при возможности стараются опускать yo и сразу говорят глагол. ¿Vale? ¿Cuál quieres? ¿Vale? ¿Cuál quieres? Хорошо. Какую ты хочешь? ¿La grande o la pequeña? ¿Vale? ¿La grande o la pequeña? ¿Vale? 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 ¿Cómo te la hago? ¿Cómo te la hago? ¿Cómo te la hago? ¿Cómo te lo quieres делать? ¿Cómo te lo aconsejas? ¿Cómo te lo aconsejas? ¿Cómo me lo aconsejas? ¿A? ¿Cómo te lo aconsejas? ¿A? ¿Cómo te lo aconsejas? ¿Cómo te lo aconsejas? Para saber si ее приготовить? ¿A? ¿Entiendes? ¿Pensaba hacerla a la plancha? Понятно, я думала приготовить его на гриле. Pues, entonces, yo personalmente la haría a filetes. Queda más limpio, pero hay gente que le gusta a rodajas. Aquí es el tema de gustos de cada uno. Pues, entonces, yo personalmente la haría a filetes. Queda más limpio, pero hay gente que le gusta a rodajas. Aquí es el tema de gustos de cada uno. Ну, тогда лично я бы сделала это в филе. Так чище. Но некоторым людям нравится, когда нарезано кольцами. Это дело личного вкуса. Entonces, prefiero a filetes. Тогда я предпочитаю филе. Muy bien, la cabeza y las espinas, ¿te lo pongo? Muy bien. Очень хорошо. Голова с костями тебе положить? Здесь вам могут сказать еще так. ¿La cabeza y las espinas lo quieres? ¿Golovu y costis quieres? Sí, pongáme lo también, por favor. Sí, pongáme lo también, por favor. Да, пожалуйста, положите тоже. Для тех, кто не знает, в Испании из голов рыб и костей варят бульон. Поэтому в магазине очень часто вам зададут вопрос по этому поводу. Исключением будет мелкая рыбешка, такая как сардины, моего, которые не чистят. Также не будут удалять кости из камбалы. Чистую рыбу и кости завернут и упакуют отдельно друг от друга. ¿Cómo te hago los filetes? Как приготовить филе? Здесь имеется в виду, как их нарезать. Tres dedos, por favor. Una cosa así. Показывает пальцами. Tres dedos, por favor. Una cosa así. На три пальца, пожалуйста. Где-то вот так. ¿Así está bien? Так будет хорошо? То есть, так подходит? Un poco más grande, por favor. Un poco más grande, por favor. Немного побольше, пожалуйста. Así. Así. Вот так. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Да, отлично. Vale. ¿Qué más? Vale. ¿Qué? Más. Хорошо. ¿Что еще? Nada más. Nada más. Nada más. Gracias. Ничего больше. Спасибо. Muy bien. Pues aquí lo tienes. Muy bien. Pues aquí lo tienes. Очень хорошо. Тогда вот держи. Vale. Vale. Gracias. Хорошо. Спасибо. que tengas un buen día. Día. Hорошего тебе дня. Gracias igualmente. Gracias igualmente. Спасибо. Vzáimno. Vzáimno. и на эту тему. Всем, кто досмотрел до конца, огромное спасибо. Вы лучшие. И напоследок, по традиции, я попрошу вас поставить лайк и сделать репост. Для тех, кто у нас впервые, не забывайте подписаться на наш канал. Это был канал, посвященный Испании и испанскому языку. А на сегодня это все. До скорой встречи в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok